Уважаемые коллеги, я сейчас вам покажу пример, как работать со стресс-рецепторами организма, и заодно покажу вам тот вред, который дают нашему организму электронные устройства, которые носятся на руке на точках пульса. Начнем мы с этого. Ручку вверх дайте, вот мышца вверх дайте, которая не имеет признаков снижения методического рефлекса. Снимите, пожалуйста, и возьмите в руку, просто в руку, в руку со всей силы дайте. То есть любое электронное устройство, которое располагается на точках пульса, в принципе может давать со всей силы негативные реакции на мышечную систему, то есть на нашу систему энергетики, естественно мышечную систему. Поэтому я не рекомендую вам носить электронные часы, электронные устройства, браслеты на точках пульса. И когда вы тестируете пациента, для чего это просто я вам сказал, что вы обязательно все снимали электронные устройства с пациента, чтобы он не был в таких браслетах. И спросим, на что жалуется наша пациентка? Ну, периодически боли в пояснице, иногда, конечно, там такие стрессирующие условия, сниженное настроение, там, утомляемость. А когда настроение снижается, хуже утром или вечером? Ну, скорее вечером. Вечером хуже. Очень хорошо. То есть можем сказать, что депрессии практически нет, все нормально, да? Более-менее хорошо. Просто работа тяжелая. Теперь мы что просмотрим? Первое, что мы смотрим? Проводим визуальную диагностику, да? Я сначала проведу, можно вышка освободить, сагитальной плоскости и явное смещение центра тяжести куда-нибудь вперед. Смотрим, какой регион обеспечивает падение. Остановим падение тела вперед. Шейный регион компенсирует. То есть центр тяжести шейного региона смещается назад. Грудной регион смещается вперед. Поясничный регион, границы параллельны. Тазовый регион, границы параллельны. То есть в участии, в реакции компенсации не участвует. Проблем со стопами нет. Нет. Боком встали, пожалуйста. Можете посмотреть, куда смещается цель тяжести в сагитальной плоскости. Здесь все однозначно, да? Вперед. Хорошо все видно? Теперь смотрим, куда смещается участие тяжести во фронтальной плоскости. Все-таки влево. Какой регион смещается влево? Это грудной регион. Компенсация идет в поясничном регионе. Таз в реакции компенсации не участвует. Границы параллельны. Как здесь болезненность? Больно. Больно. А здесь нет. То есть боль в области квадратной мышцы поясницы слева, разгибателей поясничного отдела слева. То есть этим регионом пациентка компенсирует остановленное падение тела в центре тяжести. Куда? Вперед и вправо. А что компенсирует назад? Шея. Здесь боль? Ай. То есть место прикрепления длинного разгибателя шеи. Можно сразу протестировать. Подвольте к шее. Голову назад. Назад. Вот так держите. Голову назад. Подвольте к так держите. На меня давите. На меня назад. Что я вижу? Признаки явные, что центре тяжести шеи смещается назад, потому что угол раскрыт назад. Значит со стороны раскрытого угла будут гипотоничные мышцы. А этого я не нашел. Что я должен сделать тогда сразу? Поставить магнит куда? На точку ТРП-21. И назад на меня давим. Вот теперь. Раз. Здесь ничего. Назад на меня давим. А вот здесь есть реакция. Значит какая будет? Правый длинный разгибатель имеет гипотонию. Здесь боль? Да. Да. Значит что я еще должен найти? Посмотреть какая мышца будет гипотоничная. Мышца которая фиксирует длинный разгибатель шеи. Это ромбовидная мышца справа. Держите рукой. Я покажу вот такой вариант тестирования. Ну как себе давите? Да. Имеем гипотонию. Теперь уберем точку РП-21. Я тестирую какую мышцу ромбовидную. И никакой реакции со всей силы. Давите сильнее и удержите. Никакой реакции стороны мышцы я не увидел снижения рефлекса. Теперь что я должен посмотреть? Лицом к зрителям. Я должен посмотреть приоритетный регион. Гипотоничную мышцу я уже нашел. То есть не приоритетный, а компенсаторный регион. Да? Здесь был в шейне. Почему я в шейне сразу посмотрел? Потому что явно видно, что шейный регион смещается назад и должны быть гипотоничные мышцы в стороне раскрытого угла. А теперь идем далее по алгоритму. Я смотрю мышцу грудного региона. Переднюю зубчатую. Выбираю мышцу индикатор. Вверх. Давите. Сильнее. Исходная передняя зубчатая мышца не имеет снижения рефлекса. Тест на дезактивацию веретен. Вверх. Сильнее. Удержали. Мышца не расслабляется. Тест на активацию веретен. Вверх. Со всей силы. Мышца расслабляется. То есть мышца имеет что? Признаки гиперфасилитации. Теперь я что сделаю? Поставим. Держите, пожалуйста. Южный полюс магнита на точку К27 с правой стороны. Со стороны теста. Вверх. Дай. Сильнее. Мышца не ослабляется. То есть это не гипертоничность в собственном варианте. Держите, пожалуйста. На точку РП21 слева. Вверх. Давите. Сильнее. И удержите. Теперь я смотрю тест на нормотонус. Сближение верите обрушки мышцы. Давите сильнее. И мышца ослабила. То есть есть индикаторная мышца. Теперь что я сделаю? Нормотоничная. Проведем смещение общего центра тяжести. Куда? Вперед. Стойте ровненько. Все тело как столбик. Вверх. Мышца ослабела. Височное постукивание. Гиперреакция осталась. А назад. Качнем. Вверх. Дай. Сильнее. А назад. Нет. Рефлекс остается с мышцей. Теперь качнем. Куда? Качнем вправо. Все тело как столбик. Вверх. Дай. Сильнее. Нет. Реакции рефлекса снижения нет. Теперь качнем влево. Вверх. А слева ездим. Смотрим какой регион смещается. Куда? Вперед и влево. Да? Грудной. Гиперреакция. Гипер осталась. А куда? Влево. Вверх. Песочно постукивание. Гиперреакция осталась. Да. Теперь возьму мышцы какие? Со стороны раскрытого угла. В каком регионе? Грудном. Какую мышцу я возьму? Мне удобно какую взять мышцу? Широчайшую спину. Рукою к себе. Да, Витя? К себе. Да. Она имеет гипотонию. То есть мы нашли ассоциированную мышцу первичного региона, приоритетно-патогенического значимого. И у нас есть индикаторная мышца. Норма тоничная. Пациентка жалуется на боль в спине. Теперь я хочу проверить, а ее организм, ее нервная система может справиться с этой проблемой? И почему они? Сколько лет болит спина? Ну, года, наверное, два или три. Года, два или три года. Да, периодически лечилась у врачей. Да? Эффект был какой? Ну, на некоторое время. На некоторое время проходило, а потом опять все возвращалось. Теперь смотрим, почему так происходит. И идем по алгоритму. Проверим, да, состояние какое? Состояние нервной системы. Есть теперь напряжение? Есть ли стрессовое состояние нервной системы? Сказали услугу «да». Да. Верх, да? Сказали «нет». Нет. Со всей силой. Ну, два ответа, да, позитивные. Меня зовут? Меня зовут Анна. Верх, да. Меня зовут Ольга. Меня зовут Ольга. Верх, со всей силой. Я женщина. Я женщина. Верх. Ответ, да, позитивный. Я мальчик. Я мальчик. Ну, это как бы дополнительно. Теперь я могу задавать вопросы. Да, какой вопрос задам первый? Хочу не пить. Нет. Я задам вопрос другой. У меня есть проблемы? У меня есть проблемы. Боли? Боли в спине. Боли в спине. Верх, со всей силой. Да, есть. Я хочу. Я хочу. Решить проблему. Решить проблему. С болью в спине. С болью в спине. Ответ вроде бы нет. Нонсенс, да? Приходила, лечилась, сходя. А вдруг говорит, не хочет. Не, не хочет. Теперь следующий вопрос. Утверждение. Мой организм. Мой организм. Имеет ресурсы. Решить проблему. Решить проблему. Боли в спине. Боли в спине. Не имеет ресурсов. Что страдает? Страдает система энергии. Стресс чем сопровождает? Снижением энергии. А теперь спросим наши любимые провокации, которые классические. Я хочу быть здоровой. Ответ — да. Я действительно хочу быть здоровой. Ответ — да. Я сознательно хочу быть здоровой. Вверх. Со всей силой. Ответ позитивный. Шаг в сторону. Все, вверх. Гипореакция, височная поступка, поза компьютера, гипореакция осталась. Теперь смотрим, в чем причина этого состояния. Почему вдруг организм не имеет ресурсов решить свои проблемы с болью в спине, несмотря на занятия с хорошими специалистами и врачами. Первый патчик, да, используем систему внутрь, вверх. Не структурное нарушение, вверх, со всей силой. Не проблема органов биохимии. Проблема эмоциональной сферы. Вверх. И не проблема энергии, да, не на первое месте. Вверх. Держите пальчик вот так. Вверх. Давить. Нет. То есть проблема эмоциональная. Теперь смотрим. Я возьму магнит, попросим пациента проверить, провести провокации на состояние системы, эмоциональной сферы, да. Пальчики сюда поставим на лобные мугры. Вот так. Два пальца. Вот. Вот. И здесь. И вверх. Идем здесь откуда? От силы к слабости. Гипореакция. Височное постукивание. Гипореакция осталась. Тест приоритета. Мышцзнак поменялся. Проблемы где? Проблемы стресс-рецепторов. Теперь я хочу проверить дальше. Это лимбическая фиксация. Что мы сделаем? Здесь уже что? Она мудро убрала. То есть мы в позе компьютера, да. Теперь что мы сделаем? Поставим опять же какую-то эмоции, да, и проверим. Это приоритетное состояние лимбическое. Нет, знак не поменялся. Нет, лимбическая фиксация не приоритет. Да, смотрим. Вообще есть лимбическая фиксация? Пальчики сюда. То есть выходим из... Выходим из... Убираем мудру, да. И остаемся в позе компьютера. То есть вообще это состояние влияет как на эмоциональную сферу? На кончик нос со всей сферы? Нет, не влияет. Теперь система диафрагмы, да. Я уже могу не смотреть. Хотя посмотрю, будет значение или нет. То есть идет откуда? Вот слабости к силе. Ну ничего. Немножко потерпит наша сотрудница. Вверх. 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 Усиление, височное постукивание. То есть не приоритет. Диафрагма. Нет. Ножки диафрагмы. По калачи в области двенадцатого грудного, первого поясничного. Нет. Тазовая диафрагма задействована. Нет. Магнит, пожалуйста. Подержите. И диафрагма стопы. Нет. Что мы получили? Только стресс-рецепторы. Теперь ноги вместе. Я держу здесь магнит. Поставлю сюда пальчики, пожалуйста. Вот так. Проверяем. ТЛ, да. Мышцы исходные что? Они снижают рефлекс. То есть проблема есть эмоциональная. Она какая? Она глубинная, скомпенсированная. И проявляется где? В теле. Чем проявляется? Болью. Держите. То есть так можно назвать психосоматические проявления, да. Вот. Теперь я хочу проверить. Снимем компенсацию. Вверх. Гипореакция. Шаг в сторону. Все. Убрали. Держите магнит. Гипореакция. Гипореакция осталась. Приоритет? Да. Зак поменялся. Проблемы этой зоны. Теперь смотрится структурное нарушение. Проблемы черепа, крайне сакральной системы? Нет. Следующий патч. Проблем биохимии органы? Нет. Следующий. Это сама система эмоциональная. Она и патч. Рефлекс, энергия? Нет. То есть сама система эмоциональная. Я что буду делать? Я не буду погружаться. Какая эмоция возникала? Зачем нам это нужно? Я просто хочу посмотреть. Какой период времени эта проблема возникла? И как мы будем с ней работать? Не погружаясь в проблемы человека. Не попуская его в то состояние, которое он испытал, когда эта проблема возникла. Понимаете меня, да? Теперь смотрим, когда проблема возникла. Дата. Мы ставим, замыкаем мудру эмоциональную, да? Третий пальчик. Четвертый и первый палец. То есть мышца реакция. Норма тоничная. Дата будет какая? Проблемная дата мышцу что сделает? Ослабит. Теперь называем по годам. Идем от сегодняшнего года времени к прошлому. Называйте с 2020-го. С 2020-го. 2020-й год. 2020-й год. Нет. 2019-й. 2019-й. 2018-й. 2018-й. 2017-й. 2017-й. 2016-й год. 2016-й. 2015-й. 2015-й. 2014-й. 2014-й. 2014-й год, да? То 2014-й годов мы не будем вспоминать и не будем смотреть, когда эта проблема возникла, какую дату. Можно и дату посмотреть. Нам это не нужно. Повторяю. Мы не будем погружаться в ту проблему. Можно месяц. Месяц можно определить? Теперь говорите с декабря по июль. С декабря по июль. 2014-го года. 2014-го. Мышца не слабила. С июня по апрель. С июня по апрель. 2014-го. 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 Мышца ослабила. Июнь 2014-го. Июнь 2014-го. 2014-го. Ну, нам этого достаточно. Не будем дату определять. Пока нам этого не надо. Теперь что мы сделаем? Теперь как там надо будет полечить, да? Поза компьютера. Теперь что я хочу посмотреть. Наши пациентки подойдут те инструменты лечебные, которые у нас есть в арсенале. Первое это эфирные масла. Которые как работают? Через обонятельный мозг, да? Через менциальную систему мозга. И смотрим, какое масло, что усилит, да? Позу компьютера. Я просто что делаю? Вот есть проекция средней линии. Да, оно через одежду идет. Первое масло. Мышца усилилась. Сочное постукивание. Тест приоритета. Прекрасно. Какое это масло? Масло мелисы. Смотрим следующее. Вверх. Нет. Масло герани не идет. Следующее масло. Височное постукивание. Хорошо, но не до конца помогает. Это лаван. То есть достаточно одного масла. Значит, какое масло? Масло мелисы. Теперь проверяем. Куда наносить, да? Персух. Наносить. Наносить. Масло. Масло. Мелисы. Масло мелисы. На область. На область. Лобных бугров. Лобных бугров. На корпоральные биологически активные точки. На корпоральные биологически активные точки. Нет. На эмоциональной точке на лице. На эмоциональной точке на лице. Нет. На проекцию лобных бугров. На проекцию лобных бугров. На стресс-рецепторы организма. На стресс-рецепторы организма. Да. То есть туда. Теперь что мы можем делать? Сколько надо капель, да? Наносить одну каплю. Наносить одну каплю. Две капли. Две капли. Три капли. Три капли. Две капли. Две капли. В чистом виде? Нет. С маслом носителем? С маслом носителем. Две капли на 10 миллилитров масла носителя? На 15. На 20. Ну стандарт, можно на 10. Два раза в день? Один раз в день. Три раза в день? На 5 секунд. То есть сочетать с массажем? Сочетать с массажем? Нет, просто наносить. Три раза в день? Две капли с маслом носителем? Одну неделю? Две недели? Три недели? Три недели? По-моему, две было. Две недели. Две недели. Две недели. Три недели много уже мышцы ослама. Теперь что я могу сделать? Попробуем подобрать масло какое? Подобрали масло милиции, запомнили. Теперь посмотрим эссенции баха, да? Давайте, надо эссенции баха или не надо? Это не надо. Это можно. Значит, какую-то подобрали, да? Попробуем. Называется «Рок-Роус. Солнце. Цвет». Ну, одна достаточно. И вслух. Моя разовая доза. Одна капля. Одна капля. Две капли. Три капли. Четыре капли. Пять капель. Пять капель. Четыре капли. Как стандарт. Один раз в день? Один раз в день? Один месяц Три недели Четыре недели Две недели Три недели Вот мы подобрали Мелиссу и что солнце-свет Рукраус Теперь сочетание Височной поступки Совпадает Теперь что я должен посмотреть Как эти Подобранные нам лекарственные Корригирующие средства Будет устроять проблемы тела человека Теперь сказали вслух У меня есть проблема Боли в спине Ответ нет Мой организм Имеет ресурсы справиться С проблемой боли в спине Имеет Я сознательно хочу быть здоровым Я сознательно хочу быть здоровым Да То есть получается Что я буду делать Возьмите пожалуйста магнит Вот это рукой Вот это спереди А возьмем мышцу какую Рукой к себе Да ведь Нет На ягодицу Со всей силы Широчайшая спины Да Височный поступок Прямая рука К себе Тест приоритета То есть мышца усилилась Теперь что я хочу посмотреть Какая мышца должна еще усилиться Держите Те которые имели отношение К какому региону Гродному Да тоже Рукой к себе И шея Да Назад Теперь проверим Тело будет куда-нибудь падать Или не будет Остается РП-21 магнит Как и было Вперед Вверх Нет А влево будет Нет Опять попробую посмотреть Да Держите здесь магнит А я попробую болевую зону А как здесь Немножко остаточное Немножко остаточное Что нам нужно потом доделать Поработать уже С чем С этой зоной Обязательно Да Но самое главное Мы что делаем Нервная система Говорит что Для нервной системы Это будут эти масла Это масло И эксенции баха Подобраны Будет хорошо Да Помогать устранить Проблемы связанные С Перенапряжением Со стрессом Да С психологической Реверсией А теперь посмотрим Как вообще Организм будет переносить Я еще сделаю технику Но я без Нанесения масел На лобные бугры Просто поработаем С лобными буграми Как нужно будет Еще работать Теперь пожалуйста Легли на спинку И туда головой И туда головой Магнит остается Нет нет Магнит можно не держать Просто я оставляю Мелиссу Да И Эфирное масло Баха На теле Проверяем мышцы Связанные с внутренним органом Можно положить Еще магнит Куда На точку К27 Проявить еще Гиперреакцию Мышцы связанные С желудком С ударом Куда Руку Дай Нормально Мышцы связанные С печенью Дай Мышцы связанные С почкой Вверх Потолок Мышцы связанные С толстым кишечком Кнаружи Дай Мышцы связанные С желудочным пузырем Согнули Внутрь Дай То есть мышцы не ослабили Широчайшие Мы уже проверили Ну связанные с сердцем Посмотрим вниз С легкими Того не знаем Вот так Вверх Давите То есть мышцы Ассоциированные С органами С легкими Гиперреакциями Что можно Эти масла И эфирное масло Применять Теперь что я хочу Делать Я хочу немножко Поработать Еще С лобными буграми Да Просто я Уберу Эфирное масло И посмотрю Есть ли болезнь Из проекции точек Лобные бугры Есть немножко Боль здесь Немножко слева Слева немножко Есть болезненность Да Теперь что Я положу На тело То что мы подобрали А так болезнь Здесь меняется Нет Так нет Так нет Так болезнь Ушла Из точки С левой стороны ВБ-14 Я просто держу Пальчики На этих зонах Даже без смещения Куда В ту сторону Куда уменьшается В сторону уменьшения Болезненности Можно еще смотреть Куда двигаются глаза Но глаза закрыло Я не буду просить Открывать Так и удобнее Можно попросить Думать о приятном О чем-то хорошем Я жду Пока появится Синхронная пульсация Под моими пальцами Справа И слева Вот пульсация Начинает появляться Это означает Что восстанавливается Нормальное Коробращение Правой и левой Половин мозга В каком полушарии Фиксируются эмоции Право Считать Что оно отвечает И лимбическая система Есть ТЛ Лимбическая система Находится В области Правой теменной доли Правой темной кости Это посередине Это по баралю Но мы ее не используем Вот пульсация пошла Теперь Да синхронная Я убираю пальцы Теперь что я могу дать Задание пациентке Когда она наносит Себе Две капельки Налобные бугры Желательно лечь Поставить пальцы На эти зоны Поставьте пальчики Нет Две руки Две руки Побольше пальчиков Вот да Вот здесь И подержать Пальчики на этих точках До появления пульсации Синхронная Пока вы ее почувствуете Одновременно Тут нанесены По две капельки Да На одну точку На другую На масленоситель Две капли Эфирного масла Мелеса Три раза в день И можно просить Пациентку Думать о приятном Не вспоминать Ситуацию Которая была Мы такую провокацию Не проводили Нам это сейчас В данный момент Не нужно Почему Это не прием Врачебный Который Лечебный Который идет В кабинете Так же Поэтому мы сделали Максимально комфортные Условия Для пациента Вот пульсация Появилась Да все Как самочувствие Сейчас Хорошо Хорошо Как-то Какое-то Облегчение Да Какое-то Расслабление Небольшое Да Есть Да Человек Может улыбаться Может поплакать Даже не может Сплакнуть Что там Мы повторяем Мы не старались Ставили целью Вспомнить Что там было В этом году Нам это не нужно Было Насить сейчас Перестали Пожалуйста Теперь посмотрим Как стоит Наша пациентка Да Теперь я проверю Ширя Да Хорошо И спинкой Ну и все нормально Да А как Боль сейчас Боль нет А сейчас Боли нет Да Боль ушла Теперь что я должен Еще посмотреть Как человек ходит Да Патрон ходьбы Шаг вперед Левой ножкой Нет Нет Вот так И вверх Вверх Совсеси Назад Совсеси Вверх Назад Назад Ножку Теперь прав Нет Как стояли Как стояли Исходная позиция Правый Вперед Шаг Все Так Стоять Совсеси Сколько Сили Назад Вверх Назад Ну Неврологический Паттерн Работает Назад Мы не будем Проверять Биомеханику Как человек Истинно ходит Да Просто Неврологический Паттерн Мы восстановили Он сейчас Нормальный Все Большое Спасибо Спасибо Даем Рекомендации Пациентке Запишите Эфирное масло Мелиссы Две капли Носитель Сюда Сюда И держать На поверхности Пульса Обычно Минута Две Три раза В день Две Недели И эфирное масло Rock roll Солнце Свет Четыре капли Два раза В день До еды Минут за 15 Или Через полчаса После еды Где-то Тоже Три недели Это простой Вариант Коррекции Есть более Сложный Мы могли бы Найти Когда появилась Дата И отработать Конкретное Событие Которое Было Там Но Наша задача Была Какая Показать Простой Эффективный Вариант Который Можно использовать Всем И вам Обязательно Все Еще раз Спасибо